И все, привет, ребят, с вами Сторваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас новый, наконец-таки, видеоролик по нашему бездонат-аккаунту, от одного братца до легенды на Страйкере, сегодня у нас уже пятнадцатая, пятнадцатая, мать его, серия, и сегодня у нас есть вещи, которые нам нужно приобрести, нужно также открыть, конечно же, контейнеры, не забываем то, что каждые десять лайков, это открытие одного конта, на предыдущей серии у нас набралось почти 150 лайков, соответственно, сегодня мы пятнадцать контов откроем, ну а вы не забывайте прожимать лайки, не забывайте обязательно, но перед тем, как мы начнем открывать контейнеры, мы зайдем в наш гаражик, и, как вы видите, мы уже подняли звание генерал-майор, я уже приобрел даже на стриме Диктатор МК-6, он уже начал прокачку вместе с Страйкером, у меня в планах прокачать до Маршала Дика Страйкера МК-6 на десять шагов, чтобы на Маршале приобрести уже его за ноль кристаллов, и сразу же начать прокачку, я все-таки считаю, что это более правильно, то, что у нас уже будет прокаченное вооружение до Маршала, и я уже буду играть полноценно на МК-7 Дика Страйкере, а не буду играть на МК-6, и потом буду приобретать его за кристаллы, то есть сейчас это более выгодно, по цене все так же самое, поэтому не вижу никаких проблем в его прокачке прямо сейчас, можно было бы, конечно же, поднять следующее звание и на нем ждать комплекта, чтобы приобрести Дика Страйкер с резистом МК-7, но, 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 в связи с тем, что у меня звание поднимается не так быстро, и дальше оно будет тяжелее идти, было принято решение просто взять, прокачать Дика Страйкер с МК-6 до МК-6 десяточки, то есть полноценного МК-7, и потом просто на Маршале приобрести его за ноль кристаллов, кристаллов, и так же, так же, в связи с тем, что у нас поднялось звание генерал-майора, мы покупаем лучший дрон на данный период времени и начинаем его прокачку, это дрон-бустер, за 200 тысяч кристаллов, мы его приобретаем, это довольно дорогое вложение, но, оно очень нужное, и мы начинаем его прокачку, я даже первый ускорю, потому что там, ну, довольно дешево стоит, и все, поехала, новая история, новый дрон, но пока что я продолжаю играть на бустере, ой, на бустере говорю, на бруте, потому что на бустере, который не качанный, играть смысла очень мало, при этом у меня не сказать, что такое безумно большое количество батареек, да, то есть тысяча есть, конечно, но это еще не так много, поэтому мы пока что бустер просто без ускорений будем прокачивать потихоньку-потихоньку, а потом, может быть, даже уже его затестим, когда там будет, ну, какой-нибудь шестой-седьмой шаг, где он уже будет немного чувствоваться, ГСК у меня уже 6300, в этом плане мы тоже растем, и, и, и нам остался, если я не ошибаюсь, всего лишь один челлендж, чтобы приобрести уже третий резист, потому что у нас есть недельные канты, с которых с каждого там насыпает танкоинов, и плюс челлендж, который здесь мы уже пройдем, это будет плюс соточка за 49 уровень, и будет все очень и очень жестко, третий резист тоже мне на этом аккаунте не помешает. Все, я очень много балаболю, у меня 59 кантов уже скопилось, поэтому, ребяточки, пятнашечку красивую сегодня мы открываем, у меня 59, соответственно, должно остаться 44 по единичке, красиво, пятнарик, открываем, мне нужны кристаллы, Теперь мне реально нужны кристаллы, поэтому нету смысла открывать как-то по-другому. Канты, пятнашку я уже заработал, это хорошо, расходка тут дропает, мне, кстати, еще было бы неплохо, если бы аптеки упали. Фиолет, сотик? Нет, краска, кирпичная кладка, вот эта краска жесткая. Батареечки, кристаллы, вот кристаллов побольше бы. ДДшки, и еще у нас 5 кантов, раз, кристаллы, два, фиолет, два фиолета, нифига себе, гучи фляж, три, кристаллы, десятка, четыре, ускорение, и пять, еще кристаллов, 10к, супер, отлично, отлично. 45 кантов у нас остается, ой, 44, 180к кри, не забываем, что с недельных еще тоже кристаллы есть, еще со старых недельных тоже кристаллы есть, если вдруг будет необходимость в кристаллах, то мы кристаллы эти сможем суетнуть и получить. Ну и смотрим, что у нас здесь по сегодняшним заданкам, постараемся выполнить их. Две заданки можно выполнить прям сразу, одна с захватом флага на 300 очков, по сути, тоже выполняется, то есть мы можем выполнить все эти три заданки без смены, и на этом благополучно, быстро, пройдя все заданки, завершить наш замечательный видос, если будет все это именно так, как я сейчас сказал, будет прям бомба, прям бомба. Захват флага 300 очков, по сути, мы можем не играть 15-минутный бой, мы можем просто быстро набить три сотки, выйти с катки и пикнуть на контроль точек, потому что, ну, я не вижу никакого смысла, да, у нас сейчас нет ни фондов повышенных, у меня нет премки, и играть 15-минутный бой, затягивать так сильно, да, то есть я не вижу никакого резона, поэтому я думаю, что мы сейчас быстренько вместе с вами просто три сотки наколотим, выйдем и уже пикнем на контроль точек, а уже контроль точек сыграем полноценную катку, потому что мне надо 10 точек захватить и 800. Кристаллов заработать, поэтому что-то меня не запикивает, о, наконец-то закинуло, давайте сразу стараться включаться, сразу скажу, друзья, МК-6 Дикострайкер чувствуется, и то, что я уже начал его прокачку, это тоже очень хороший бустецкий, вчера играл на стриме, выполняя заданки с легендами и ничем не хуже набивал их очки, примерно так же шел по уровню, как и игроки, у которых МК-8 вооружение, поэтому все very wonderful, все четко, все по бомбочке, все очень классно, все очень достойно, и мы вместе с вами сейчас давайте быстро постараемся эти три сотни очков набить. Так, с двух выстрелов я не слил, было бы неплохо просто взять доставить, да, доставить и докидать еще чуть-чуть урону, да, 25 очков у нас есть, доставки мне насыпят сколько, 70, вроде 70, да, у нас с доставки капает, у меня сейчас шафт никакой не ваншотнет в спину, нет, вроде как никто не шотает, окей, сотик есть, отлично, ну и сейчас быстро можно даже и на доставках, по сути, все это дело реализовать, а может даже сейчас досрочка будет, я хотел выходить с катки, а вот видите, у нас уже флаги так быстро полетели, по сути-то вести особо-то много и не надо, катку довольно легкую нас закинуло, поэтому давайте пробуем сейчас увести еще один, увести еще один, параллельно еще попутно что-то-что-то покидаю урончик, так, объезжаем здесь красиво, там васпик какой-то наваливает, будет сейчас пытаться дергать флаг, он с овердруевом, у меня, кстати, здесь еще три своих овера есть, тоже неплохая тема, так, успею, первый до доставки, да, успеваю, бомба, меня, ну, немножко притупила бомбочка, притупила, ну, ладно, ничего страшного, так, у меня есть уже овердрайв, 200 очков, есть овердрайв, правда, у меня подавление, васпик дал на сколько секунд, на 30 вроде когда, наш тиммейт увозит, подстраховать надо, нет, я думаю, что не надо, думаю, что он сам справится, ну, давайте тогда уж, раз катка такая хорошая, удачная, турбо досрочная по ощущениям, давайте мы ее тогда всю сыграем, не вижу уже тогда никакого смысла ливать отсюда, ну, ладно, пусть тиммейт ведет, нет, особо там, ничего такого страшного в этом нету, если тиммейт поставит, а не я, давайте тогда просто попробуем здесь покилять, если тиммейт доставит быстро, то будет четко, у нас, правда, там пытается кто-то увозить, увозить этот васпик пытается, да, юркий васп, куда только он увозит, приезжает к себе на респ, а на респе его встречают противники, да, вот это прикол, вот я думаю, что у него немножко тилта сейчас подъехала, доставка будет, да, доставочка будет, тиммейт еще один, сразу следующий увозит, хорошо, это будет шестой, 300 очков я уже свои наколотил, это очень и очень хорошо, и, может быть, я постараюсь тогда последнюю доставочку оформить, если никто у меня здесь не подберет флаг, опа, голдетский, голдетский было бы неплохо, кстати, поймать, где у нас голд, где у нас золотой ящичек будет выпадать, мне тут урончик какой-то накидывается, а, голд у нас там под мостом, ну ладно, я уже не успею до него доехать, теперь меня сливают, давайте, надеюсь, что мой тиммейт сейчас поедет ставить флаг, и мы быстренько семерочку поставим, за три с половиной минуты мы выиграем сейчас бой, это будет очень хороший результат, да, 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 супер, 375 очков, так, первая заданка выполнена, еще и звезды заработаны, не забываем то, что у меня здесь недельные заданки, ну такие не особо приятные, с завершением 15 боев, помните, у меня была заданка с завершением 20 боев, и я тогда очень сильно ругался, ну 15 боев это тоже довольно много, ну, надеемся, что я успею все это дело выполнить, будет тогда у нас все хорошечно, так, пикаемся, контроль точек, до звания мне 85 тысяч, 85 тысяч, это очень много, без премки, ну я не знаю, сколько можно бить такую званку, довольно долго, мне кажется, поэтому надеемся на то, что в скором будущем нам премочка на аккаунте дропнется, а если премочка дропнется, то, соответственно, будет уже очень даже неплохо, будет очень неплохо, можно будет полететь быстренько до генерал-лейтенанта, с генерал-лейтенанта там до генерала, а там уже и до маршала немножко, будем быстро идти к своей цели, так, а где мои бабосы, не понял, а почему нет халявных бабосов, вот это прикол, а у вас такое бывает, что нет халявных бабосов, ребят, отпишите по этому поводу, почему на витрине нет халявных бабок, почему нету, а, что-то изменения какие-то произошли, я не понял, я сейчас хотел халявного бабла заработать, но там ничего нема, так, запикивает нас на хорошую каточку, хорошую, хорошую, проигрываем мы только немножко, но ничего страшного, я думаю, что мы сейчас камбэкнем все это дело, вы просто посмотрите только на мое количество аптек, 7 аптечек у меня осталось, не выпали у меня аптеки с контейнеров, это очень плохо, не повезло, не фартануло, но надеемся, что уже на следующем открытии контейнеров аптеки нам насыпят, но главное, чтобы кристаллы падали, если кристаллы будут падать в большом количестве, то будет уже все хорошо, так, стараемся выиграть катку, стараемся выиграть катку, мне надо 800 кристаллов, чтобы получить 800 кристаллов в проигрышной битве, ну, мне надо примерно очков набивать столько же, сколько надо крисов, то есть 800 очков, 800 очков в такой катке реально набить? Конечно, реально, но я бы хотел выиграть, я бы хотел сейчас, чтобы моя команда очнулась, и мы выиграли этот бой, пока у меня еще есть 6 аптек, пока 6 аптек имеется, давайте попробуем выиграть эту катку, так, меня здесь уже уносят, 110 очков есть уже, овердрайв падает, овердрайв, кстати, это одна из возможностей дополнительной аптечечки, так, Васпик забирает, забирает мою аптеку, так, мне надо еще точки захватывать, не забывайте, что точки нам нужны, нам и для победы, как бы, точки тоже нужны, поэтому давайте стараться их забирать, и не сильная команда против, можно здесь их спокойно выигрывать, не вижу вообще никаких проблем, ну, чтобы выиграть эту катку, поэтому пробуем, пробуем, чел с ником Васпоизидой играет на Викинга рейсе, неплохо тоже, неплохая работа, только мне надо захватывать точки, а сейчас вот мне этот молодой человек, к сожалению, захватить точку не дал, но зато наши тиммейты контролят уже что-то, еще один овердрайв, офигеть, два Викинга подряд на меня жмут овер, два раза подряд я ухожу на респ, так, ну, давайте попробуем тогда левую законтролить, главное, чтобы меня сейчас третий Викинг не прожал овердрайв подряд, это будет вообще какая-то габельная, если еще и третий бы прожал бы, было бы очень грустно, грустно, так, лево забираем, у меня есть овердрайв, который было бы неплохо реализовать в тот тайминг, когда мне надо будет хп, да, ну и плюс дополнительный крит тоже будет, это тоже хорошая такая тема, ну, например, на центре сейчас на захват заедем, на центре на захват, и там прожму, если в этом будет необходимость, а в этом необходимость, скорее всего, уже есть, так, ну, пока живем, живем-живем, ладно, сейчас мы прожимаем, уже хп было очень мало, два раза сливаю типа, еще и третьего сливаю, очень хорошо, четвертого тоже сливаю, и захват точки тоже организовывается, не знаю, раздал я на какого-то тиммейта этот овер, но для себя точно овердрайв был максимально полезный, так, пробуем забрать сейчас правую точку, у нас еще 9 минут, все шансы на камбэк в этой катке есть, поэтому пробуем, пробуем, так, захваточка есть контентовая, хорошо, пробуем сейчас центрик, пора контролить, вас бомба прожмет, вроде как не собирается прожимать, это хорошо, так, значит, мы сейчас забираем центр, кстати, противник играет вон на защитнике, но у него, я так понимаю, защитник вообще не качает, мне так кажется, 300 очков у меня, 300 очков и 9 минут до конца, как я сказал, мне надо, ну, хотя бы, x1 набивать, чтобы 100% 800 крисов с этой катки получать, потому что пока что у нас катка не на победу, команда, конечно, старается, но не особо сильно что-то у нас получается, я сейчас 2 аптечки последних прожал вообще впустую, если честно, какие аптечки бессмысленные, когда у меня 3 аптеки, лучше не стоит вообще прожимать, но это уже, знаете, как работает, это все машинально прожимается, я даже не думаю о том, что у меня 3 аптеки, я думаю, что у меня еще этих аптек, знаете, миллион, может 2, и я могу их просто спокойно прожимать, одну за другой вообще пофиг, вообще, вообще, а у меня на самом деле 3 аптечки, и вот теперь надо уже оставить эти аптеки на те тайминги, когда хотя бы она мне восполнит полное здоровье, да, а не просто я нажму, там, под Викинга, овердрайв, и она меня унесет, то есть такие тайминги, ну, в общем, максимально бессмысленные, где-то будет, сейчас у нас гол, это тот шансик, который мне может плюсануть целую тысячу кристаллов, еще бы я знал, где он падает, о, вижу, где он падает, успею его забрать, не? Так, разжимают овердрайв, викинг жесткий, и меня стопит еще хантер, но овердрайв на тиммейтов я, конечно, раздал, но дальше меня застопали, к сожалению, я свой голдосик не забрал, не забрал, 23-33, летим мы, летим, летим, очень жестко летим, если честно, но нам нужно продолжать захватывать точки, и все-таки, все-таки продолжать камбэкать, даже если не все получается, я все-таки думаю, что можно постараться такую катку выиграть, можно, 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 нет сильных там противников против, нет, их нету, нам нужно просто забирать точки, ничего в этом сложного нету, мы можем даже контролить две боковушки, например, центр даже отдавая, и то, и то, у нас есть команда, которая, как мне кажется, может захватывать и централочку, и контролинг делать красивый, показывать, как надо играть в эту игру, поэтому пробуем, пробуем, пробуем не проигрывать, ну, такие бои-то, такие-то бои нельзя проигрывать, мне вот, правда, в спину бьет противник, где-то он на нашем респе, я сделал вид, что я не понял, откуда он накидывает, но зато сейчас мы с респа ему покажем, что происходит с такими наглыми пассажирами, давай, до дома, чел, до дома, так, только у нас опять точки улетели, опять викинг прожимает овердрайв, и опять я попадаюсь под него, ну, что же за невезение-то у меня какое-то сегодня, все тайминги под противника, и я сразу начинаю улетать, так, две точки у нас под контролем, три точки под контролем у противника, и у меня что-то как-то в тайминге не особо получается находиться на точках на момент их захвата, и это очень плохо, потому что у меня задание на десять точек захватить, десять точек надо захватить, но мы уже начинаем камбэчную, камбэчную, при том хорошую камбэчную, плотную камбэчную, я прожимаю еще одну аптечку, потому что вот сейчас я чувствую, что тайминг очень неплохой для ее прожатия, так, и вот сейчас было бы неплохо еще бы вас паслить, отлично, вас пика уничтожаем, хантер респится, централочку пытается забрать противник, мы быстренько сюда включаемся, начинаем плотную накидочку на центрик, сразу-сразу-сразу-сразу-сразу-сразу, но меня, конечно, здесь унесут, мы по трем противникам, урон есть, со всех них по пятерочке я смогу еще заработать, так, и правую точку противник тоже захватывает, плохо-плохо, надо успевать сейчас, мне хоть под захват, хоть под захват успевать, было бы неплохо, под захватик успею, да, успеваю под захват, дэшечку мы точно контролируем, появляется у меня овердрайв, который было бы неплохо прожать где-нибудь под захват вражеской точки, еще бы раздать бы тиммейтам, бы его вообще было бы шикарно, так, едем вот так вот просто на перекосик, по диагоналочке, но меня уносят, так, и центральную захватывает пытается противник, мы, кстати, уже начинаем выигрывать катку, у нас уже все более-менее складывается в бою, так, и пробуем захватить центральную точку, есть у меня нету тайминг, есть у меня овердрайв, вообще все шикарно у меня, за исключением викинга, который очередной раз прожимает овердрайв, откуда у него оверы? Он, мне кажется, кнопкой юзает эти овердрайвы, как я голды ловил, так и он здесь юзает их, слушай, ну я не представляю себе, как так может много быть овердрайвов, максимально печальный овер я прожимаю, думал, что сзади есть какой-то тиммейт, но на радар я не посмотрел, соответственно, овердрайв был прожит впустую, и ничего хорошего с этого, к сожалению, не получилось, думал, что я успею законтролить точку, опять викинг прожимает овер, боже, сколько викингов, у них как будто овердрайвы, я не знаю, где появляются, как, как, все эти викинги, все еще и меня эти оверы пускают, один за другим, улетаю только в путь на этот респ, но нам надо забирать точки, мы опять начинаем проигрывать, опять все очень тяжело, аптечки у меня закончились, 33-36, шанс на победу у нас хороший, все равно сохраняется, камбэчную мы более-менее контентовую дали, но это качели, это настоящие качели, и куда они, куда они залетят, эти качели, я пока сказать вам не могу, но противник захватывает 4 точки, очень большое количество оппонента проживает овердрайвы, у нас, по сути, открывается тайминг, чтобы сейчас у наших, например, тиммейтов появились оверы, мы начали отхват вражеских уже точек, но, 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 это может все повернуться и по другому образу, например, что наши тиммейты сейчас не поверят в себя, и займут, например, неправильные позиции, и по итогу ничего мы не захватим, хотя вроде как вот, например, ой, е-мое, ничего себе меня закукурузило, ничего себе закукурузило, так, у нас есть какой-то маршал, у него веса не так много, я думал, что это жесткий какой-то маршал, не жесткий тип, ну и все, 4 точки у противника, что-то как-то тяжело, 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 пора отхватывать, ребят, 2 минуты осталось, 2 минуты, мы либо сейчас начинаем камбэчную, либо все, либо мы просто улетаем с этой катки и с позором ее проигрываем, но викинг, только без овера, без овера, без овера, ой, е-мое, опять овер, нет, какая-то катка, катка викингов с овердрайвами, я бы ее назвал так, ну все, 4 точки противнику осталось до победы в этом бою, и как бы, как бы это не значило, что у нас уже нету шансов, но полторы минутки есть, полторы минутки есть, но нам надо точки захватить, потому что сейчас может досрочка просто завершиться, в их пользу, и все, так, диктатор сдает овер, неплохой, кстати, овер, хороший даже, я бы сказал, быстро респим двоих, 2 точки у нас под контролом, централочку было бы сейчас неплохо захватить, у меня есть овердрайв, было бы неплохо его сейчас прожать где-то в каком-то неплохом тайминге, но поперожига меня сдувает, и у нас опять отхватывают точку, у нас столько тиммейтов стоит справа возле D точки, и не могут забрать ее, вы чего, ребяточки, ребяточки, вы чего, у вас там было, наверное, семеро, может быть, восемь чолов, и никто ее не забрал, и по итогу мы бой слили, ну что это за дела, ну как это работает, ну как это работает, 9 точек я захватил, быстро захватываем тогда еще одну точку, я, кстати, думал, что еще меньше захватил, чем 9, обидно такие бои проигрывать, честное слово, обидно, я не знаю, ну типа ты уже стараешься, да, у меня там, конечно, аптечки закончились, габельная произошла небольшая, но хочется выиграть бои, но хочется, я не могу проигрывать просто вот так вот в тухлую матчмейкинговые катки, но видите, что происходит, вот так вот, вот так вот это работает, вот так вот, викинга оверы начинают в тебя просто юзаться, раз, два, три, четыре, десять, пятнадцать, двадцать, ну и вообще габела, и все, и ты респишься, 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 и по итогу даже не успеваешь за бой захватить 10 точек, да, обидно, 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 но ничего не поделаешь, это матчмейкинг, и иногда такие бои бывают, бывают, не самые приятные, ух, нифига куда нас закидывают, меня только точку надо захватить, а тут почти конец катки, только надо успеть хоть что-то захватить, надо успеть хоть захватить эту одну точку, опять викинга овердрайв, ладно, сейчас я не буду открываться под него, иначе я сейчас опять бы влетел и был еще обидней, так, есть правая точка, давайте захватим что-то, давайте захватим, есть шанс, ну какой-то минимальный есть, наверное, давайте на аккуратном так стану, поедите к страйкер, пишет, что он там сводился, так, сатралочку, но мне одну точку надо захватить, ребят, ребят, одну точку, ребят, дайте, пожалуйста, одну точку, одну точку захват, и все, я от вас отстану, дайте мне захватить что-то, сатралочка захватывается или нет, нет, противник пытается здесь бороться за нее, бомбочка Ча, нашего тиммейта, нет, не нашего тиммейта, так, аптек нет, ага, Бэлла, опять я ухожу на рез, ой, не думал, что так сложно будет захватить одну точку, ужаса, одна точка, одна точка, я сейчас, придется мне сейчас играть весь бой, ну как весь, доигрывать этот бой, можно так уже сказать, и я ее еще, если не захвачу, то это вообще будет обидно, опять я респлюсь, опять я респлюсь, опять я не захватываю, да, три минуты до конца, три минуты до конца, голд падает, может быть сейчас есть тайминг у меня забрать точку, нашу центральную контроль, давайте правую, правую, пожалуйста, правую заберем, я скажу, что это победная сразу катка, я даже помогу ребятам, чем смогу, если мы захватим сейчас точку, если сейчас захват точки произойдет, то я помогаю, чем помогаю, чем умею, чем, чем, чем могу, тем помогаю, давайте только захватим ее, пожалуйста, Бэлла, она еще и не контролировалась, е-мое, е-мое, ну дайте мне захватить точку, люди добрые, дайте мне захватить, сейчас я уже буду плакать на точку, как на голд, так и на точку, так, ну это идеальный тайминг, вот если я сейчас не захватываю Бэшку, но это все, это тилтища какой-то уже начнется, давайте, захват, организовываем захват, есть, захватил, ежи, ежи, все, ладно, тогда уж поможем выиграть, может быть, я чем-то смогу помочь моим тиммейтам, хотя, если честно, изменяй себе такой помощник, особенно против легенд, еще и на такой карте, когда у меня 0 аптечек, ну попробуем, давайте, что-то, что-то, что-то сделать, 2 минуты до конца, 38-37, очень плотная, ровная катка, главное, чтобы эта плотная, ровная катка закончилась в нашу пользу, а не в сторону противника, есть у меня овердрайв, который можно было бы где-то заюзать неплохо, так, но пока что я чуть посейвлю свой овер, все-таки прожму ближе к концу, может быть, это где-то что-то зарешает, ну и у нас есть вроде как неплохие ребяточки, которые готовы выигрывать эту катку, хоть у нас и меньше, и у противника сейчас 3 точки под захватом, здесь центральная точка все решит, все решит центральная точка, если центральная будет под нашим захватом под конец боя, то есть шанс отличный выиграть эту катку, так, ну противник-то довольно жестко упарывается в точке, 38, так, захватка идет Б-шки, захватка Ц-шки, Ц-шки надо тоже захватить, Б-шку сразу на отхват суют, Д-шечка наша, хорошо, под контрольчиком держим, минутка до конца, сейчас уже скоро будет открываться тот тайминг, когда надо прожимать грамотный овердрайв, и желательно под захват центральной точки, ну давайте вот так, наверное, прожмем, есть все-таки шанс неплохой сейчас подконтролить, и 2 я уношу, 3 я уношу, 4 не добиваю, но нужно сейчас придерживать, но сейчас придерживать, 4 точки у нас под контролем, 45 секунд до конца, очень хороший моментик, чтобы все это дело завершить в нашу пользу, ну и сейчас надо просто покидать танки на центр, на центре чуть больше урону дать, и видите, в чем проблема оппонента, в том, что они завязали все оверы, у них сейчас на отхват точек овердрайвов нет, потом викорик прожимал, прожимали какие-то еще тиммейты их, ну и соответственно у них уже точек на отхват нету, наши тиммейты подсейвили овердрайвы под конец, и это очень грамотно сработало, по итогу 4 точки практически до конца боя мы подконтролировали, и закономерно, закономерно выиграли катку, очень хорошо, хоть у меня, когда я зашел в эту катку, даже не получалось захватить одной точки, я еще и 500-ку заработал с этого боя, офигеть, там катку слил, играя почти полный бой, заработал 800, тут 500-ку за такой маленький промежуток времени. Забираем 3 заданочки, уже долетаем до 7 уровня нашего челленджа, 7 заданок у меня, 7 боев завершено уже, 40 овердрайвов мне надо также прожать, но на все про все у меня еще целых 5 дней будет, поэтому я надеюсь, что я успею даже на заданках эти недельные заданки выполнить, зафармить еще как минимум 350 звездочек, ну и как можно быстрее дойти до нашего заветного челленджевого конца, поднять сотку танкойнов и уже приступить к покупочке третьего резиста. Но сегодня, конечно, чем я могу только похвастаться, это тем, что мы наконец-таки начали прокачку нашего бустера. Как-то так, друзья, поддерживайте видос лайком, если вам нравится эта рубрика, если вы хотите, чтобы у нас в следующей серии открылось больше контейнеров, не забывайте, что каждые 10 лайков это открытие одного конта. Также, друзья, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы, ну а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!